25 глава книги пророка Иеремии Слово, которое было к Иеремии о всем народе иудейском, в четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя иудейского, это был первый год Навуходоносора, царя Вавилонского, и которое пророк Иеремия произнес ко всему народу иудейскому и ко всем жителям Иерусалима и сказал, «От тринадцатого года Иосии, сына Амонова, царя иудейского, до этого дня, вот уже двадцать три года, было ко мне слово Господне, и я с раннего утра говорил вам, и вы не слушали». Господь посылал к вам всех рабов Своих пророков, с раннего утра посылал, и вы не слушали и не преклоняли ухо Своего, чтобы слушать. Вам говорили, обратитесь каждый от злого пути Своего и от злых дел Своих, и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век. И не ходите вслед иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, и не прогневляйте меня делами рук Своих, и не сделаю вам зла. Но вы не слушали меня, говорит Господь, прогневляя меня делами рук Своих на зло себе. «Посему так, — говорит Господь Своов, — за то, что вы не слушали слов моих, вот я пошлю и возьму все племена северные, — говорит Господь, — и пошлю к Новоходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю эту, и на жители ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом и посмеянием, и вечным запустением. И прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника. И вся земля эта будет пустынею и ужасом, и народы эти будут служить царю Вавилонскому семьдесят лет. И будет, когда исполнится семьдесят лет накажу царя Вавилонского, и тот народ, — говорит Господь, — за их нечестье, и землю халдейскую накажу, и сделаю ее вечную пустынею. И совершу над той землей все слова мои, которые я произнес на нее, все написанное в этой книге, что Иеремия пророчески изрек на все народы. Ибо и их поработят многочисленные народы и цари великие, и я воздам им по их поступкам и по делам рук их. Ибо так сказал мне Господь, Бог Израилев, — возьми из руки моей эту чашу с вином ярости и напой из нее все народы, которым я посылаю тебя, и они выпьют, и будут шататься, и обезумеют привидеться. И меча, который я пошлю на них. И князей его, и весь народ его, и весь смешанный народ, и всех царей земли Уца, и всех царей земли Филистимской, и Аскалон, и Газу, и Екрон, и остатки Азота, Едома, и Моава, и сыновей Аммоновых, и всех царей Тира, и всех царей Сидона, и царей островов, которые за морем, Дидана, и Фему, и Буза, и всех стригущих волосы на висках, И всех царей Аравии, и царей народов и разноплеменных, живущих в пустыне, всех царей Зимврии, и всех царей Елама, и всех царей Мидии, и всех царей Севера, близких друг другу и дальних, и все царства земные, которые на лице земли, а царь Сесаха выпьет после них. И скажи им, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, пейте и опьянейте, и изрыгните и падите, и не вставайте при виде меча, который Я пошлю на вас. Если же они будут отказываться брать чашу из руки Твоей, чтобы пить, то скажи им, так говорит Господь Саваоф, вы непременно будете пить. Ибо вот на город этот, на котором наречено мое имя, я начинаю наводить бедствие, и вы ли останетесь ненаказанными? Нет, не останетесь ненаказанными, ибо Я призываю меч на всех живущих на земле, говорит Господь Саваоф. Поэтому прореки на них все слова эти и скажи им, Господь возгремит с высоты, и из жилища святыни своей подаст голос свой. Страшно возгремит население свое, как топчущие в Точиле воскликнет на всех живущих на земле. Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа состязание с народами. Он будет судиться со всякой плотью, нечестивых он предаст мечу, говорит Господь. Так говорит Господь Саваоф, вот бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь поднимется от краев земли. И будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы, и не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли. Рыдайте, пастыри, истинайте, и посыпайте себя прахом вожди стада, ибо исполнились дни ваши для заклания и рассеяния вашего, и падете, как дорогой сосуд. И не будет убежище пастырем и спасения вождям стада. Слышен вопль пастырей и рыдание вождей стада, ибо опустошил Господь пажить их. Истребляется мирное селение от ярости гнева Господня. Он оставил жилище свое, как лев, и земля их сделалась пустынею от ярости опустошителя и от пламенного гнева его. Субтитры создавал DimaTorzok